...недель. Наиболее бурно плод развивается в первые несколько месяцев. Порой, пока мы о нем даже не подозреваем. Элейн беременна один день. По правде говоря, мы только начали пытаться. Надеемся, что получится быстро, но посмотрим. Сейчас мое тело не дает мне каких-то новых сигналов. Я чувствую себя так же, как всегда. Элейн и ее муж Эрун еще не знают, что у нее в животе возникла жизнь. Через 20 часов после обладотворения, и еще через 20, и еще через 20, количество клеток удваивается почти за день. У эмбриона разыгрывается аппетит. Сара беременна неделю. Ее зародыш внедряется в толстую оболочку матки, чтобы получать питание и расти. Если бы он продолжал расти с такой скоростью, то к моменту рождения стал бы больше солнца. В оболочке матки Сары зародыш начинает работать. Он определяет, где вверх и низ, право и лево. Он образует щель, которая превратится в позвоночник. Работа кипит. И все это время Сара ни о чем не подозревает. Интуиция говорит мне, что я не беременна, но я еще не потеряла надежды. Я еще надеюсь, что, может быть, получилось. Говорить рано. Пока Сара гадает, ее зародыш кардинально меняет облик. К 19 дням он размером с булавочную головку. 20-й день. Появляется первый признак спинного мозга. 23-й день. Начинает биться сердце. 25-й день. Шишка наверху – это лицо. Внутри Сары формируются новые тела, имеющие почти все нужные черты и функции. Почти через месяц после зачатия она начинает что-то понимать. По иронии судьбы, самым важным периодом беременности бывает тот, когда ты даже не подозреваешь, что беременна. Я только надеюсь, что у нас все получилось, что все будет гладко и как положено. Как дела? Это я. Шутишь? Не шучу. Сейчас у Сары заканчивается первый месяц беременности. Меня просто поражает, какая бурная деятельность сейчас идет. О, Боже! Потрясающе! Я отчасти в шоке, отчасти в восторге. Я просто онемел. И в то же время меня распирает от радости. Для Сары и ее семьи все вот-вот изменится. В возрасте одного месяца у эмбриона Элейн появились сердце, зачатки конечностей, спиной мозг и первый намек на лицо. В течение второго месяца изменения впечатляют еще сильнее. Формируются лицо, органы и конечности. После 28 дней Элейн оценивает ситуацию. Мне страшно. Такое чувство, будто идет важный научный эксперимент. Что-то у меня внутри запрограммировано так, чтобы все это происходило, чтобы создавалось это существо. Ее эмбрион не больше этого курсора, но он полон жизни. У него есть жабра и хвост. Он мог бы сойти за эмбрион мыши или цыпленка. Ему срочно нужны две вещи. Мозг, который возьмет на себя управление, и насос, который обеспечит энергию. 32-му дню половина эмбриона – это сердце и мозг. Странно, когда внутри тебя находится существо, которое не похоже на человека, особенно хвост. Хвост – это очень странно. Мы называем его головастиком. К 40-му дню будущий ребенок Элейн не больше кончика ее мизинца. Он весит меньше скрепки, и лицо у него еще не оформилось. На 44-й день глаза начинают смещаться к передней части головы, и уши поднимаются от плеч к голове. Его новые органы голодны. Сеть кровеносных сосудов растет, чтобы их питать. Это опасный этап. У меня было два выкидыша. Жил на восьмой неделе беременности. Сейчас мы боимся, что у нас вообще не будет детей. Проверяя развитие ее эмбриона, они с Крисом раз в неделю приходят на ультразвук. Я не хочу слишком радоваться этой беременности. Боюсь, как бы чего ни случилось. Вы почувствуете сильное давление. Есть сердцебиение. Хорошо. Смотри, какой он большой. Точно? Сильно переменился с прошлого раза, да? Наверное, еще один оборот добавился. Здесь уже видны зачатки конечностей. Видите? Он двигает головой. 19,4 миллиметра. Все как положено. Хорошо. Все отлично. Пока мы не увидим ребенка, не возьмем его на руки, мы не будем уверены в моей беременности, в том, что я смогу выносить ребенка. Будем жить одним днем, так? Да. Выглядит забавно. Будем надеяться, что после рождения он будет выглядеть лучше. Да уж. Жил знает, что должно происходить в теории. Обычно утром я читаю, что развивается в этот день. И мне нравится думать о том, что происходит внутри меня. Сегодня у него появится нос, завтра уши, а послезавтра пальчики. С каждым днем я на шаг ближе к тому, чтобы стать матерью. Какой это этап? В 48-му дню эмбрион жил уже размером с кончик ее большого пальца. 50-й день. Начинают формироваться пальцы рук на 4 дня раньше, чем пальцы ног. Руки появляются первыми, потому что ими будут пользоваться раньше, чем младенец сможет стоять. Сегодня пройдена еще одна веха. Движение. После 8 недель возникли все органы. По существу это уже человек. И теперь его называют плодом. Джилл не важно, мальчик это или девочка. Важно одно. Мне нужен просто здоровый ребенок. В Америке и Европе каждая шестая беременность заканчивается выкидышем. Эта статистика тревожит Сару и Эрнане. Мы должны были пройти ультразвук и были совсем не готовы к такому. Результат вызвал у нас шок. Сначала за шею малыша появилась опухоль, и теперь она распространилась от головы до ног. Редкое заболевание кровеносной системы. Сейчас мы молимся о чуде. Тяжелее всего думать, что будет, если поставят датчик, а сердце не бьется. Или еще что-то случилось. А не думать не получается. Не получается и все. Держись, малыш. Ох, ты так высоко. На одиннадцатой неделе Сара теряет плод. Но она уже успела назвать его в честь своего отца. Наимом. При каждой беременности существует небольшой риск. И от этого риска никто не защищен. Жизнь – вещь сложная. И каждый здоровый ребенок – это благословение. В течение второго триместра риск снижается. Для плода начинается новый этап развития. Но когда он станет похож на младенца? Конец второй части. Давайте поиграем в новую игру, любители науки. Угадайте, увеличено изображение чего вы видите? Это водопроводная труба? Прожектор для дисков? Что это? В четверг в 20.30 премьера только на Discovery Science. Ну, конечно. Денис видела корабль пришельцев. Свидетельство тех, кто встречался с пришельцами. Загадки пришельцев. В среду в 20.30 премьера только на Discovery Science. Удивительное тело. Часть третья. Плод развивается поразительно быстро. Но и вынашивающая его женщина тоже растет. Оле предстоит набрать 14 килограммов. Еще и треть беременности не прошла. Он еще не готов к жизни. Но все части уже есть. В начале третьего месяца почти все органы уже на месте. Теперь в адух Оле надо расти. Я создаю ребенка. Это страшно, весело и трудно. Длина плодохоли почти 4 сантиметра. Его вес до рождения должен увеличиться в сотни раз. После 9 недель развития у него закрываются веки. И срастаются ребра, защищающие сердце. Его пол пока не ясен. У него имеется так называемый недифференцированный пенис. Если это мальчик, щель сомкнется. Если девочка, нет. В течение следующей недели соединение нервов и мышц утраивается. Впервые он может чувствовать. Кишечник развивался вне туловища. К концу 11 недели он почти полностью укладывается внутри. Мой муж держится чудесно. Он очень рад. Каждый вечер целуй меня. Он целует и мой живот. Вы видите шею, голову. Мишель на 14 неделе беременности. Да, это поразительно. У нее и Тони это первый ребенок. Все так странно. И они впервые слышат, как бьется его сердце. Сейчас внутри у меня идет жизнь, так что нас сейчас двое. Мне бы хотелось иметь в животе камеру, чтобы смотреть, как он растет. Но мой взгляд, сейчас ребенок очень красивый. И он уже так развился. Все на месте. Вот сердце. Сейчас сердце перекачивает 24 литра в день. Кровь уносит все шлаки и приносит кислород и питательные вещества. У плода своя система кровообращения. Эту кровь питает мать. Смешение двух видов крови было бы губительно для обоих. Лоцента служит барьером и фильтром. Плод Мишель быстро меняется. У него проявляется личность. Он может менять выражение. У него появляются отпечатки на пальцах рук и ног. На четвертом месяце он входит в контакт с окружающими его стенками. Мама впервые ощутит его движение. К пятому месяцу он становится размером с белку. Он может слышать то, что происходит внутри, а еще через две недели то, что снаружи. Что ты делаешь? Это сделаю я. Папочка. Джеки на седьмом месяце беременности. Много лет назад врачи сказали ей, что она не сможет забеременеть. Они ошиблись. Три раза. Чем больше детей, тем веселее. Когда в семье появляется новый член, становится шумнее, забавнее и интереснее. Дети разговаривают с моим животом. Привет, малыш. Когда ты появишься? Как тебя зовут, малыш? Ты толстуха. Длина ее плода уже 30 сантиметров. Чтобы поместиться, он сворачивается калачиком. У него уже есть расписание. У него есть цикла сна и бодрствования. У него мало жира и множество морщинок. В шести с половиной месяцем его центральная нервная система развилась настолько, что может регулировать пищеварение, дыхание, температуру тела и движение. Если он родится сейчас, после 26 недель, то сможет выжить. Его череп остается гибким. На самом деле весь его скелет податливый, что помогает ему протиснуться через родовые пути. У него 300 костей, почти на 100 больше, чем у взрослого, чьи кости срастаются. Мозг у него пока гладкий. Позже бороздки увеличат площадь его поверхности. Больше места для хранения информации. 7 месяцев. Он приобретает слой жира, который послужит защитой при рождении. Когда тело наливается, кожа разглаживается. Мир ждет его. Хотя известие о будущем ребенке для некоторых становится неожиданностью. Так было со Сьюзен. Третий нас немного шеломил, но теперь мы приятно удивлены. Это тоже радость. Плод у нее весит 3 килограмма, и Сьюзен чувствует каждый грамм. Живот большой, я стала неуклюжая, чаще натыкаюсь на людей. Как и Сьюзен, Таниша вот-вот должна родить. Внимание, здесь беременная женщина. Когда люди проходят близко, то страшно, как бы они на меня не налетели. Осторожнее, поворачивайте. Разве вы не видите, что я иду? Мой живот намного меня опережает. Но в утробе жизнь гораздо спокойнее. Мир моего младенца сейчас очень защищенный. Она в полной безопасности. Ее мир – это мои воды и мой живот. И все. Моему ребенку очень тепло и спокойно. У него есть все, что ему нужно. Он понятия не имеет о том, что происходит в безумном мире снаружи. Таниша встречается с подругами, чтобы пойти покупать одежду для малыша. Так она считает. Сюрприз! Сами вы сюрприз. А где красавец папочка? Они столько тянули, что ребенок мог родиться до праздника с подарками. Не знаю, что произошло на этой неделе. Просто появилось какое-то чувство. Ребенок вот-вот родится. Назад, пути, просто нет. Это случится так или иначе. Так что надо готовиться. Мои подруги долго этого ждали. Неудивительно, что мать перед родами заваливает подарками. Она уже прошла нелегкий путь. Пустая матка женщины имеет размер примерно с ее кулак. Во время беременности ее тело должно создать лишнее место. Позвоночник и мочевой пузырь, кишечник и желудок сдавливаются, пока плоду не надоедает теснота. Прошло 9 месяцев. Для Холи, Джилл и для их младенцев время и пространство закончились. Дай посмотреть, папа. Смотри на маму. Она собирает вещи для больницы. Ребенок родится сегодня. По-моему, я никогда не буду готова. Но это не имеет значения. Пора, не пора, мы идем. Врачи и медсестры готовятся. А папы? Он пошевелился. Он большой. Я сейчас дам тебе оплеуху. Дэрил, Билл и Боб. Зрители. Как ты думаешь, это мальчик или девочка? Я хочу девочку, но если ты мальчик, я все равно буду тебя любить. Не хочу ничего говорить, чтобы тебя не расстроить. Твой папа хочет мальчика. Ответа не будет еще один долгий и трудный день. Не буду ничего говорить. Роды – это проверка человеческой выносливости. Трудно говорить из-за боли. Схватки – это отчаянные попытки мышц матки совершить то, что кажется невозможным. Вытолкнуть ребенка наружу. Очень острая боль в спине. Все так и крутит. Ужасное давление. Ребенок как будто давит, пытается протолкнуться наружу. Протиснуть голову через родовые пути – это все равно, что проглотить грейпфрут целиком. Все мышцы сводят. Да, это была очень сильная боль. Вниз к полу. Уколчик и все. Ладно. Это самое неприятное. Хьюзан и Джеки выбрали эпидуральную анестезию, чтобы приглушить боль. Поднимите голову и устраивайтесь так, чтобы вам было удобно. Тенниша решает потерпеть. Мне сказали, что ее можно будет сделать в любой момент. Я хочу попробовать обойтись без нее. Хочу попробовать родить без обезболивания. Не знаю. Схватки становятся сильнее. Посмотрю, что получится. С обезболиванием или без схватки продолжаются. Что на самом деле происходит внутри женщины, когда она рожает? Если задуматься, то роды не должны быть возможными. Это ведь почти костяной туннель. И ребенку надо каким-то образом пройти через этот туннель. Его направляют сокращение матки, толкающей ребенка. Это путь наименьшего сопротивления. Ребенку приходится поворачиваться, чтобы его голова прошла через пространство в тазе матери. Некоторым детям приходится поворачиваться на 360 градусов. Ребенок поворачивает голову, как ключ в замке, чтобы она прошла по ширине таза. Затем он вращается, как штопор, чтобы создать место для плеч. Я знаю, что малышу очень трудно двигаться по родовым путям. Но для мамы это тоже не праздник. Сьюзан эпидуральной анестезией помогла. От схватки до схватки просто дышишь и стараешься терпеть боль. Пытаешься сосредоточиться и подготовиться к следующей. Это называется не напрасными муками. Прошло 4 часа. Джеки приходится трудно. Просто страшно. Всегда просто страшно. И думаешь, я смогу снова это выдержать. Становится очень больно. Схватки будут еще сильнее. Будет еще больнее, понимаете? Так что, как только захотите обезболивание, скажите. Боли начались в 2.30 ночи. И сейчас около 2.00. Значит, прошло почти 12 часов. Пора получить облегчение. Я решила попросить анестезию. Боль становится очень сильной. Схватки стали частыми. И боль оказалась сильнее, чем я ожидала. Так что, попрошу обезболивание. Это я или схватка? Это вы. Я. Вот и ниши первой роды. Обычно они самые трудные. Можете сесть, уже все. Хорошо, вы умница. Раньше я не тревожилась. Но сейчас рождение ребенка все ближе, и мне становится страшновато. После анестезии прошло еще 2 часа. Эта ниша готова к последнему этапу родов. Самые трудные позади, но теперь нас ждет работа. Надо будет тужиться. Надеюсь, что ребенок думает, давайте, выпускайте меня. Потому что я думаю, давай, выходи. Мы готовы начать. Отлично. Он уже низко. Начинаем. Готово? Да. Тушьтесь на него. Так, соберитесь, тушьтесь. Собери все силы. Тушьтесь, тушьтесь. 5, 6, 7, 8. Ну же, малыш. Ну же. Столько потуг, а ребенка все нет. Еще разок. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Не могу его родить. Все получится. Все хорошо. Роды ее утомили, а ребенок почти не продвинулся. Вы в порядке? Да. Что мне делать? Все следят за главным показателем. Монитор сердцебиения плода показывает, какой стресс переносит ребенок. Адреналина выделяется во много раз больше. Так что сердце бьется так быстро, как больше никогда в жизни не будет. Пора принимать решение. Обычно, если мы два часа тужились и не родили, то делаем сечение. Дадим вам еще 15 минут и проверим прогресс. Если прогресс будет, подождем еще. Но если ребенок не сдвинется, начнем готовить вас к операции. Если в следующие 15 минут положение не изменится, то ниши сделают кесарево сечение. Ну же, малыш, помогай мне. Пожалуйста, помогай. Последний этап девятимесячной Одиссее и самый трудный. Когда труды становятся непосильными для будущей матери. Конец третьей части. Джеймс Мэй Джеймс Мэй – настоящий мужчина. Он выполняет почетную миссию, помогая современным мужчинам восстановить жизненно важные навыки. Замечательно. Которые и делают их мужчинами. Спокойствие. Уверенность. Нужна кепка? Вот вам кепка. Мы должны... Машина. И умение спрятаться. Лаборатория для мужчин Джеймса Мэя. В субботу в 20.30 на Discovery Science. Удивительное тело. Часть 4. Рождение. Это главный триумф человеческого тела. Испытание, в котором проверяются два организма. О, Боже. Дыши глубже, малышка. Правильно. Тушьтесь вниз. Сильнее. Сильнее. После почти 17 часов родов, Таниша близка к кестревому сечению. Имея в перспективе скальпель, она находит в себе новые силы. Продолжайте тушиться. Тушьтесь сильнее. 5, 6, 7, 8. Хорошо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. В теле всех трех женщин идет конфликт. Древняя, как сама жизнь. Хорошо. 2, 3. Череп против таза. Уступить должны кости и матери, и ребенка. Продолжайте. Отлично. 7, 8. Да. Голова ребенка приобретает форму конуса. Таз раздвигается на 33%. Отлично, Джеки. Очень хорошо. Просто чудесно. Тушьтесь вниз. Продолжайте. Тушьтесь еще, еще. Так, прекрасно. О, Боже. Ну, пожалуйста. Надо подвинуть ногу. Уже почти все. Почти все сделано, милая. Так, нам нужно еще один раз. Сильно, сильно потужиться. Продолжайте. Еще немного. Еще. Отлично, отлично. О, пожалуйста. Поскорее. Доктор Мак. Хорошо. Отсос. Ну вот. Еще немного. Еще чуть-чуть. Давай, малышка, давай. Давай. Потушьтесь еще. Тушьтесь. Уже почти все. Дышите, дышите. Еще немного. Правильно. Так. Теперь отдохните. Смотрите вниз. Смотрите. Привет. Раз, два. Хорошо. Головка родилась. Работаем дальше. Умница. Умница. Отлично. Вот и она. Бутус. Вот она. Скажи привет, мама. О, Боже. С днем рождения, Бутус. После девяти месяцев все системы и органы ждут проверки. Посмотрите на него. 19.07. Они работают чудесно. Умница. 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 Потрясающее чувство. Наконец видишь человечка, который эти девять месяцев жил в тебе. И испытываешь невероятную радость. Отличная работа, Сьюзен. Поражаешься, когда понимаешь, что создала новую жизнь. О, Боже. Все это время ты создавала внутри себя нового человека. И вот он здесь. Тебе это было нужно, да? Идем к маме. Это комбинация тебя и любимого человека. И в ней воплощено столько надежд. Я совершенно в нее влюбилась. Я ее любила и до встречи, но теперь еще сильнее. Привет, лапочка. Посмотрите, сосет. Отдавай. Давай сюда. Ну вот, у нас трое детей. Умница, милая. Спасибо. Ты молодец. Чтобы родить, надо быть сильной. Привет, милые. Но все это для того, чтобы принести в мир новую жизнь. Парень, ну ты заставил меня поработать. Для меня дети, их рождение, это чудо. По-моему, для того мы и живем. Женщины созданы для этого. Для того, чтобы играть свою роль в чуде жизни. Я бы снова родила. Несмотря на труд, на боль. Когда держишь ребенка, забываешь обо всем. Любой, у кого есть дети, вам скажет, большего сокровища в мире нет. От одной пары клеток до одного триллиона. Жизнь идет своим путем. Веха за вехой. Судя по количеству людей, можно подумать, что тут нет ничего особенного. Но кто будет отрицать, что каждый раз это чудо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА